И всем привет, друзья! В этой серии я буду делать уже раму, так сказать, перед последним видео сборки велосипеда. Вот так она сейчас выглядит. Эту раму я буду красить с помощью вот такой вот краски. Вот, это черная глянцевая краска-спрей. И сейчас я вам расскажу, что надо перед тем, как покрасить велосипед, надо сделать. Первое, что вы будете делать, это обезжирить ту часть, которую вы красите. В моем случае я буду обезжиривать весь велосипед. Вот, переднюю вилку, раму, заднюю часть и чуть-чуть, что осталось от руля. Делать я буду для того, чтобы краска лучше села. Делать я буду для того, чтобы краска лучше села. Умные люди догадаются, что я обезжиривал раму с помощью ацетона. И я забыл вам сказать, что я вчера, перед школой, почистил раму. Так вот она сейчас выглядит. В некоторых местах просто оставил раму таким, как она есть. А худшие места, вот, например, передняя вилка, она была в покраске в худшем состоянии. Также хочу рассказать, что случилось с деталями, которые я делал в прошлой серии. Я все это сделал антикором. У меня получилось так. Все, вся ржавчина покрылась цинком. Это выглядело, как будто серый налет какой-то был. На переднем руле и на багажнике. Мне это не понравилось, и я взял шкурку. Ну, не шкурку, а наждачную бумагу. И все это полностью очистил. Сейчас она выглядит вот так. В принципе, руль, кроме вот этого места, выглядит как новый. Ну, почти. А с этим мне надо еще поработать. Так как можно увидеть то, что здесь все еще осталось ржавчина. Также хочу рассказать, что случилось с передними крыльями. Я их покрасил. Они сейчас выглядят хорошим. Ну, как новые. Почти что вот. В этом месте видно, что краска плохо села. Но это не... Это под крыльями. Так что, это, похоже, часть краски будет не видно. Также... Сейчас, подождите. Также я забыл вот в этом месте, здесь и вот здесь очистить краску, землю. Поэтому у меня получилось так, что краска села на землю. Ну, еще так же у меня получилось вот то, что было с тем. Только здесь еще хуже. Сейчас я буду красить раму. А вы посмотрите, что у меня получилось. Красить я буду показывать краской, черным цветом. Это черная глянцевая краска. Важно, что это взять с собой варежки и очки, чтобы краска не попала вам в глаза. Очки, чтобы краска не попала на ваши руки. Ну, что ж, приступим. Также хочу рассказать то, что краску надо встряхнуть около 5-10 минут. И сейчас я приступаю к краске. Я встряхнул баллончик около 5-ти минут и сейчас буду красить. Ну, перед тем, как красить, я хочу вам рассказать одну вещь. Чтобы нормально покрасить, надо держать баллончик с краской на расстоянии от рамы, ну, или от вашего предмета, который вы хотите покрасить, в 30 сантиметрах. Ну, это как обычная большая линейка. И вот и все. Красить я буду целую раму. Как видите, я подложил вот такую вот фигню, чтобы не попала на пол. Было только все на раме. Ну, вот. Сейчас буду приступать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что у меня получилось. Я вчера полностью покрасил раму, и у меня вот что получилось. Вся рама получилась черной. Есть некоторые места, например, вот это, где старая краска проходит через новую черную. Также я покрасил нижнюю часть, вот тут. Потому что, когда я красил вот здесь, вот это вот место не покрасилось. Это было вот это вот место. И также я приправся у себя, так сказать, в мастерской. У меня теперь колесо вот здесь. Камера и покрышки вот здесь. Стол я не трогал, ну и ладно. Здесь прибрался. Ну и здесь немного. Старый велосипед теперь висит вот здесь. Скорее бы его починить. А то висит просто так. Ну и что. Осталось только его собрать и посмотреть конечный итог. В следующей серии я покажу, как я его буду собирать и что вообще получится. Так сказать, будем подводить итог по этому велосипеду. Ну, а чтобы увидеть, что получилось с велосипедом в следующей серии, надо подписаться на канал, нажать колокольчик. Ну, а кому понравилось, как я покрасил велосипед, то есть раму, можете поставить лайк. Это для меня будет очень приятно. Ну что, с вами был я, Никита. И до скорой встречи. Пока.